С мировой новостной повестки не сходит тема Украины. Страну утром бомбили дроны-камикадзе. По Киеву выпустили около 30 беспилотников, 3 человека погибли. Как и неделю назад, удары вели прицельно по объектам инфраструктуры. В Евросоюзе на это обещают усилить украинские ПВО и угрожают новыми санкциями. Теперь уже Ирану. Сегодняшнее утро началось в Киеве с крупномасштабной атаки дронов. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в общей сложности по городу выпущено 28 дронов. Прогремело несколько взрывов, 3 человека погибли. Украинская сторона показала обломки беспилотников иранского производства, Шахет-136. Владимир Зеленский назвал происходящее террором. Вот так российское государство спонсирует террор. Оно ищет убийц в тюрьмах и обещает им свободу, если они снова убьют. Кто-нибудь в мире еще сомневается в том, что Россия должна быть официально признана террористическим государством? Все удары, как и 10 октября, велись по критической инфраструктуре. Отключилась высоковольтная линия связи Днепровская. В центре Киева не работает общественный транспорт. В городе и области объявлена воздушная тревога. Работает система ПВО. Жителей призывают оставаться в укрытии. Через несколько часов после атаки в Минобороны России сообщили, что все идет по плану. В течение суток вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены. Из-за взрывов в городах и районах Украины ограничили подачу электроэнергии. Тем временем в Евросоюзе обсуждают новые санкции против Ирана. Страну обвиняют в поставках России дронов. Но в Тегеране полностью отрицают свою причастность. Евросоюз обязан предпринять конкретные шаги против Ирана за новые атаки с помощью дронов. То, что мы видим сейчас, иранские беспилотники, по-видимому, используются для атаки в центре Киева. Это зверство. В Брюсселе подумывают усилить украинские ПВО. По крайней мере, об этом речь шла 12 октября на встрече контактной группы по обороне Украины. Но дальше слов дело пока не пошло. Иргали Рамазанулы, Анара Сюмбаева, Астана Таймс.